Здравствуйте! Этот микроскопический выпуск в сети для самых маленьких я вынес за пределы основного видео, чтобы чрезмерно его не раздувать. При подготовке к девятому выпуску я очень долго думал, как собрать тестовый стенд, чем эмулировать мультикастовый сервер, чем эмулировать мультикастовых клиентов, а еще неплохо было бы видео посмотреть, какие-нибудь мультики погонять по сети. В общем, я рассмотрел несколько вариантов и готов вам показать, какие у вас есть возможности для эмулирования мультикаста в GNS. Самый простой и ненаглядный вариант — взять маршрутизаторы. Один будет выступать в качестве мультикастового сервера, другой — в качестве клиента. Посмотрим, что у нас на R1. R1 будет являться маршрутизатором между ними. Никаких записей о группе 224.224 нет. Идем на клиент. Он у нас должен каким-то образом запрашивать мультикастовый трафик. Сначала проверим, что он видит R1. Адрес 1111 будет выступать в качестве RP. Как обычно, включаем мультикастовую маршрутизацию. Настраиваем адрес RANDEWO POINT. И включаем PIM на интерфейсе в сторону R1. А вот с помощью следующей команды мы сможем настроить автоматический запрос IGMP группы. То есть клиент будет постоянно запрашивать группу 224.224, как самый обычный компьютер. И после того, как мы ее настроили, идем на R1 и проверяем, как у нас выглядит таблица мультикастовой маршрутизации. Вот она, появилась запись StarG с исходящим интерфейсом FaserNet 01. Пока нет мультикастового трафика. Теперь идем на сервер. Делаем те же самые операции. Включаем возможность маршрутизации мультикастового трафика. Настраиваем адрес RP. Включаем PIM. Осталось генерировать мультикастовый трафик, собственно. Сделать это можно с помощью самого простого пинга на мультикастовый адрес. Пусть их будет несколько пакетов. По сути, чем он отличается от обычного мультикаста? В адресе назначения стоит 224.224. Вот она, появилась запись SG. Входной интерфейс, входящий, исходящий. Собственно, вот и весь способ. Наглядности ему не хватает. Второй вариант – использовать специальный QEMU-хост. На сайте GNS можно скачать специальный образ QEMU для мультикаста. С одной стороны, в качестве сервера мы будем использовать QEMU, а с другой стороны, воспользуемся нашим компьютером, тем самым с которого и запускаем GNS. Чтобы организовать связь между компьютером и GNS, можно добавить специальный интерфейс Microsoft Backup Adapter. Ставится он, в принципе, несложно. В рамках этого видео я рассказывать об этом не буду. В настройках GNS для QEMU вы можете выбрать, точнее, вы должны выбрать образ, который вы скачали. Для связи вы добавляете специально этот QEMU-хост. Для связи с компьютером мы используем облако Cloud. Облако нужно настроить, в него нужно добавить интерфейс. Наш Microsoft Backup Adapter. Вот он, под номером 6. Microsoft Backup Adapter. Здесь выбираем соответствующий, добавляем, применяем. Ну и теперь все это дело запускаем. По сути, этот образ микроскопическая виртуалка такая, на которой запускается специальный образ Linux. Поэтому времени может занять достаточно много. Я пропущу весь этот процесс. Главное, что позволяет сделать этот образ, это настроить на нем IP-адрес и запустить VLC навещание. Это и сделаем. Воспользуемся тем адресом, который был у нас по схему 172.16.0.5. С помощью терминала проверим, что доступен маршрутизатор. Ну, для верности, с маршрутизатором проверим. Отлично. Пока таблица мультикассовой маршрутизации у нас пуста. Теперь проверим, что маршрутизатор R1 доступен с нашего компьютера. Вот конфигурация интерфейса. Народин все настроено. Пинка прошел. Отлично. Теперь можно обратиться к QML хосту и запустить VLC. У него уже встроен специальный скрипт start.sh. И вы можете видеть, какую команду он выполняет. Главное для нас это группа 224.1.1.1. Чтобы его можно было запустить, скрипт, нужно дать права на исполнение. Ну и дальше привычным образом его запускаем. Кстати, имейте в виду, что в скрипте STTL стоит два. Если у вас будет больше двух маршрутизаторов на пути, то видео, естественно, не дойдет до клиентов. Вильси запустился и проверяем таблицу маршрутизации. Вот появилась запись SG для группы 224.1.1.1. Не всегда это необходимо, но бывают случаи, когда нужно настроить правильные маршруты в сеть 224.0.0.0.4 на винде. В частности, это нужно сделать, когда у вас несколько гейтвеев, несколько шлюзов настроено. Запускаем плеер. И запрашиваем UDPs 224.1.1.1. Вот пошло видео и проверяем, что таблица маршрутизации обновилась. В записи StarG и в записи G появился нисходящий интерфейс FAS Ethernet 1.0. Собственно, таблица маршрутизации есть, видео есть. Цель достигнута. Ну и третий, пожалуй, самый наглядный и прозрачный для понимания способ, это использовать в качестве конечных хостов виртуальные машины. Их можно добавить с помощью объектов хост или клауд. Я использовал хост. На R1 проверим состояние таблицы мультикасты маршрутизации. Она действует на частое, если не считать этот спам. Вот IP-план, который у нас используется на сети. С того компьютера, который будет у нас сервером, проверим доступность шлюза и клиента. 182.16.0.5 – это адрес сервера. 182.16.0.1 – это адрес шлюза. 192.16.8.4.2 – это адрес клиента. Все работает. Ну что ж, наверное, пришло время запустить вещание. В разных версиях VLC это делается по-разному. Мне ближе вот это 0.8.2, по-моему, или что-то в это вроде. Здесь как-то все интуитивно понятно. Убираем файл. Указываем, что вещать надо в RTP Multicast. Адрес 224.2.2.4. И очень важное значение – TTL. Если вы оставите по умолчанию, оно будет, по-моему, один. Поэтому, если у вас больше одного муштизатора в сети, то Multicast просто не дойдет до клиентов. Вот появилась запись SG. Входной интерфейс FuzzerNet.0.0. Исходящих интерфейсов нет. Теперь запустим прием этого трафика на удаленной стороне на клиенте. Также RTP Multicast, адрес, которым там задали – 224.2.2.4. И вот пошло видео. Отлично. Осталось проверить, как выглядит теперь таблица маршрутизации. Вот он, есть исходящий интерфейс как в записи SG, так и в записи StarG. Теперь вы можете приступать к лабам по Multicast.